Праздник Пусть летит и смех, и снова прямо к площади Свердлова за охотный ряд И теперь мы надеемся, что Керпо Днутов к нам подойдет, и у него есть проход Прибаутки, поговорки сыплются кругом, на четверки и пятерки пляшем и поем Пусть летит и смех, и снова прямо к площади Свердлова за охотный ряд Где огни Кремля горят Кто в учебе отличился, кем гордится класс Кто умеет веселиться лучше в десять раз Школьный праздник наш в разгаре, все пустились в пляс Мы сегодня все в ударе, весело у нас Чтобы праздник был веселым, подпевай, родная школа Наш веселый смех, пусть несется дальше всех Пусть летит и смех, и снова прямо к площади Свердлова за охотный ряд Где огни Кремля горят Итак, мы начинаем Я прошу, чтобы в тот момент, пока Кремль рассказывает нам о том, чем он готов с вами поделиться Вспышки имели чуть-чуть небольшое расстояние Надо понимать, что это очень тяжело для него и для него тяжело говорить на такое количество людей Пожалейте его и пожалейте сами себя Потом вы сможете все снять Спасибо за то, что пришли Но ни на какие вопросы после этой встречи я отвечать не буду Итак, начнем Я купил первый аппарат, когда мне было 12 На свои собственные карманные деньги Это обычная была такая камера коробочком И с тех пор я так и фотографирую И с тех пор я так и фотографирую Может показаться странным, но моя техника фотографирования практически не изменилась Очень мало осталось такой же примерно, когда я начинал фотографировать в первые годы Я пользовался простыми камерами Примерно похожими на то, чем пользуетесь вы У меня не было студии Потому что считаю, что студия это вообще смертельная, убийственная Потому что фон из белой бумаги Задник из белой бумаги становится очень скучными и глупыми вещами Итак, возвращаюсь в свои юные дни, в свои юные годы У меня было очень много желания, я был честный любив, хотел стать хорошим фотографом моды Мой папа, мой отец, пришел полным ужасом, когда ему сказал, что хочу быть фотографом Он сказал, что мальчик мой, ты можешь заниматься этим, если хочешь, в выходные дни Но не более того, потому что это не принесет никаких денег, ты на этом не заработаешь, ты должен заниматься бизнесом В те годы фотографы в финансовом плане были людьми довольно бедными Если хотел заработать денег, то фотограф и фотография, это был явно не тот способ Я слышал, что молодые русские фотографы зарабатывают очень хорошие деньги здесь, в России Это правильно? Верно? Нет! Нет, это не шутка Нет, это не шутка Это не шутка Это не шутка Это не шутка В любом случае, в мои ранние годы было абсолютно неизвестно в каких ситуациях, когда деньги зарабатывали фотографы и зарабатывали серьезные деньги Когда война закончилась, и я вышел в отставку, пять лет я служил в австралийской армии Я начал фотографировать в Мельбурне И по большей части я был очень беден И тогда я понял, чтобы стать настоящим фотографом моды существовали всего лишь три города в мире, где эту карьеру можно было начать И это был Нью-Йорк, Париж или Милон Нью-Йорк, Париж или Милон И конечно, самым лучшим местом номер один был Париж Поэтому я поехал в Париж Поэтому я поехал в Париж Я не получал денег Я съел мясо раз в неделю Денег не заработал, мясо ел раз в неделю Потому что мясо в тех годах стоило очень дорого Потому что мясо в тех годах стоило очень дорого Я пил дешевое красное воду стоило на 1 франк за литр Но очень много научился Узнал все, что касается моды А также принял решение И так же очень понял, что очень важно делать фотографию для журнала В журнальных статьях И вы знаете, что подобного рода репортажная журнальная фотография оплачивается плохо В отличие от рекламной фотографии, за которую платят очень хорошо Но я принял решение, с тех пор что И сделал вот очень большое количество условий Чтобы моя фамилия и мое имя появлялись под теми фотографиями, которые будут печататься в журнале И хотя я денег не зарабатывал на этом, как я сказал Через несколько лет Через энное количество лет Мое имя стало известно определенным количеством людей Которые были, так сказать, связаны с фотографией модов Продолжение следует... Продолжение следует...